Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю самый обычный классический бисквит. На его основе готовят многие торты, пирожные. Или же добавив в тесто изюм, шоколадный дропс, цукаты. Можно испечь и подать его как кекс. Продуктов для приготовления потребуется минимум. Точно их количество я оставлю в рецепте. Яйца берите средние и лучше их взять комнатной температуры. Они, конечно, взбиваются дольше, но за это время полностью успевает раствориться сахар. Для бисквита это очень важно. Тесто получается более легкое, бисквит более пышный. Сахар желательно взять мелкий, но тоже для того, чтобы он быстрее растворился. К нему я еще добавила чайную ложку ванильного сахара. Мука. Она должна быть просеяна непосредственно перед приготовлением теста. Если вы ее просеяли заблаговременно, учитывайте то, что она очень быстро хватает влагу. Появляются комочки, и такие комочки в бисквитном тесте размешать очень трудно. И понадобится еще щепотка соли. Тесто буду готовить путем разделения яиц. На белки и желтки. Такой способ мне нравится больше. Кажется, бисквит получается более пышный. И тем более таким способом можно приготовить тесто даже не очень мощным миксером. Разделяйте яйца очень аккуратно, чтобы в белок не попала даже капля желтка. Желток это жир, а жир осаживает белки при взбивании. Бисквитное тесто готовится очень быстро, поэтому сразу надо включить духовку на разогрев. Температура 170-180 градусов. И надо приготовить форму. Я буду выпекать вот такой вот квадратной. Ее размеры 23х23. Высота бортиков 4 см. Дно покрылось силиконизированным пергаментом. Если у вас обычный пищевой, обязательно смажьте его размягченным сливочным маслом. Выпекаю в квадратной форме, потому что буду готовить из этого бисквита нарезные пирожные. Для взбивания белков я беру шарообразный венчик. И обязательно венчики чаши должны быть чистыми и сухими. Выливаю белки. Добавляю щепотку соли. Взбиваю белки сразу без сахара до легкой пышной пены. Взбиваю полторы минуты на четвертой скорости из шести возможных. Вот так вот белки запенились. Теперь, не прекращая взбивание, я буду добавлять сахар. Не весь сразу, а порциями. Поделю где-то на 4-5 приемов. После последней порции сахара зачищаю чашу, проверяю, чтобы сахар не осел на дно и продолжаю взбивать. Вот такие должны получиться белки, глянцевые и плотные. На взбивание белков с сахаром мне понадобилось 4 минуты. Взбивала на пятой скорости из шести возможных. Но это время зависит от того, какой у вас сахар, какая мощность миксера и на какой скорости вы его взбивали. Теперь самое время добавлять желтки. Включаю миксер на четвертую скорость. Желтки добавляю по одному и размешиваю до полного их соединения с белками. Вот посмотрите, какая получается плотная, пышная, устойчивая масса. Рисунок на поверхности сохраняется, не растекается. У меня на канале есть видео приготовления бисквита ручным миксером. Это шоколадный бисквит. Видео, конечно, длинное, но подробное. Если вы готовите бисквит первый раз или он у вас не получается, очень советую его посмотреть. Добавляю муку непсю сразу, а два приема. Еще раз ее просеиваю. Кстати, часть муки можно заменить крахмалом. Особенно, если мука с высокой клейковиной. Таким образом разбавляется клейковина муки. Тесто при выпечке лучше поднимается. После выпечки не так оседает. Но такой бисквит больше крошится при нарезке и получается менее пластичный. Поэтому, если готовите тесто для рулетов, то крахмал лучше не добавлять. Аккуратно перемешиваю муку складывающими движениями сверху вниз. Хорошо прохожу по донышку, чтобы мука нигде не осела. Добавляю остальную муку. Если хотите попробовать с крахмалом, добавьте его где-то пятую часть от общего количества муки. Например, столовую ложку муки уберите. Столько же крахмала добавьте. Попробуйте два варианта. Какой вам больше понравится, такими готовьте. Хорошо вымешиваю тесто до однородности. Очень долго его месить не надо, чтобы оно не осело. Только размесилась мука, тесто готово. Выливаю в форму. Бисквитное тесто готовится очень легко и просто. Если вы сделаете всё по правилам, оно у вас обязательно получится. Само по себе тесто не растекается, его надо разровнять. К этому времени уже должна быть нагрета духовка. Бисквитное тесто не должно стоять, иначе оно осядет. Из середины растягиваю к уголкам, потому что в середине тесто поднимается лучше. Чтобы получилась невысокая горка, середину лучше растянуть. Старайтесь форму заполнить не больше, чем на 2 трети её высоты, чтобы бисквиту было куда подниматься. Бисквит готов. Выпекался он 28 минут при температуре 180 градусов. Но время выпечки зависит от размера бисквита, от его высоты и от того, как печёт ваша духовка. Поэтому обязательно проверяйте его на готовность деревянной шпажкой и проверять лучше в середине. Здесь он пропекается дольше всего. Шпажка на выходе сухая, значит бисквит готов. И о готовности бисквита ещё говорит то, что серединка плотная, не дрожащая. Посмотрите, какая у него красивая корочка. Не блестит, не липнет. Однородной колеровки, без тёмных краплений. Это говорит о том, что при взбивании сахар полностью растворился. А сказывается это не только на внешнем виде, но и на вкусовых качествах бисквита. Дам ему постоять 5-10 минут в форме. Потом пройду по стенкам тонким острым ножом и переверну его на решётку. Не помню, говорила я или нет, что стенки формы я ничем не смазывала. При выпечке бисквит поднимается по форме, запекается и получается более высокий. Подрезаю его по стенкам, прохожу именно по форме, чтобы не повредить бисквит. Переворачиваю его на решётку и снимаю бумагу. Надеюсь, вам слышно, как он пищит. Если вы не готовили бисквит ещё таким способом, обязательно приготовьте, попробуйте. Я уверена, что у вас всё получится и понравится. В таком виде я его оставляю до полного остывания. Через 2-3 часа заверну в пищевую плёнку и оставлю для отлёжки. Обычно я делаю бисквит сегодня, а торт или пирожные собираю завтра. Такой бисквит лучше разрезается, более ровно, не так крошится. Лучше пропитывается. Если вы любите более влажные торты, такой бисквит после отлёжки в себя берёт больше сиропа. Учитывайте это, с таким бисквитом вам легче будет работать, а торт получится вкуснее. В следующем видео я поделюсь с вами новым рецептом крема. Белоснежным, пышным, очень простым приготовлением. А из этого бисквита приготовлю нарезные пирожные. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!